29 декабря 2021 года прошло очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. И являясь в прошлом году и в этом году временным членом Священного Синода, есть как бы постоянные члены Священного Синода, но есть определенная ротация, чтобы все архиереи Русской Православной Церкви, кроме векарных архиереев, побывали бы членами Священного Синода и участвовали в решениях жизни и деятельности всей нашей Церкви. И, конечно, я тоже был несказанно и рад, и был где-то, может быть, даже потрясен, насколько, являясь временным членом Священного Синода, я участвовал, в каких участвовал очень серьезных решениях. Вот, например, несколько лет тому назад был вновь создан западноевропейский экзархат. И он объединяет сегодня не просто десятки, а сотни приходов. Также был создан не совсем давно экзархат Юго-Восточной Азии. Представляете, это, если западноевропейский экзархат, это Франция, Германия, Испания, Португалия. И причем только в одной Испании и Португалии более 200 приходов. Также более 200 приходов это Германия и Франция. Также и Бельгия, конечно, и скандинавские страны и так далее. В Юго-Восточной Азии, представьте себе, что такое Сингапур, что такое Таиланд, Бали и многие-многие другие, Вьетнам и многие другие страны. С каким количеством населения? Конечно, может быть, исторически многие из них не являются христианами. Кто-то может быть больше буддистами. В Малайзии это, конечно, больше ислам и так далее. Но в то же время, в свое время были большие миссии, как и Русской Православной Церкви до революции в некоторых этих странах. Например, до революции была создана огромная миссия в Японии. И сегодня существует Японская Автономная Церковь, которая помогает управлять Русской Православной Церковь. 29 декабря прошлого года было принято решение о создании еще одного экзархата. И вот теперь вдумайтесь, на территории какой страны создается новый экзархат. На территории всей Африки. Когда в решениях Священного Синода перечислены страны Африки, то просто нужно время, чтобы прочитать это количество стран. И экзархат создан на территории всей страны, вернее, всего континента. А созданы также две епархии – южноафриканская и североафриканская. В связи с чем сегодня создан экзархат, в котором, конечно же, будет большое количество, сотни, а может быть, тысячи приходов. Хотя понятно, что и у нас вопросов много внутри страны, для нашей Церкви, для проповеди Церкви. Но в то же время мы не можем отказать верующим священникам и на территории Африки. До этого времени у нас было всего несколько приходов на территории Африки. Московского патриархата – это в Йоханнесбурге, в ЮАР, это в Тунисе, это в Марокко и в Египте. И на территории всей Африки была юрисдикция Александрийского древнего патриархата. Александрийский патриархат был создан в самые первые века христианства. И, конечно, считается одним из древнейших патриархатов и второй по диптиху православных церквей, автокефальных православных церквей. Но произошла одна проблема большая, которая сегодня, к сожалению, разделила, временно, конечно, мы надеемся, разделила все православные церкви. Это вопрос деятельности православной церкви Московской патриархии на территории Украины. Тогда крестопольский патриарх Варфоломей, нарушая все канонические, до сих пор тысячелетние правила и каноны, межсеркомных отношений, возобнив себя главной церковью в мире православной, признал действительным главой у всех православных практически, так они считали Украины, вот этого как раз так называемого митрополита Эпифания Думенко, и вручил ему припосредствии тогдашнего главы государства Петра Порошенко в Константинополе, в Стамбуле, вручил ему в Константинопольской патриархии вот этот документ на, якобы, так сказать, автокефалию вот этой так называемой новой церкви. Конечно, патриарх Константинопольский очень ждал, что остальные патриархи его поддержат, в признании новой Раскольничьей церкви Украины. И длительное время, уже после вот этого объявления Томаса, патриарх Александрийский Федор II приезжал к нам даже в Россию, в Украину, в Одессе, мы помним его пламенные речи, когда он призывал верующих почитать Матерь Церковь Украинскую в рамках Московской патриархии, а также признавать своего главу, митропоэта Ануфрия, и Киевского, и вся Украина. И вдруг, через несколько лет, он поминает за богослужением имя Раскольничьего митрополита Епифания. И затем сослужит с ним, и также сослужит с его епископами, так называемыми, и некоторые другие епископы Александрийского патриархата. Это указывает на то, что патриарх Федор II, так же как патриарх Варфоломей, впал в раскол. И вот после этого разрыва между нашими церквями, временного, конечно, надеемся, разрыва, 102 клирика, священника Александрийского патриархата, служащего в разных странах Африки, обращаются к нам за тем, чтобы мы приняли их в юрисдикцию Русской Православной Церкви. Наша церковь приняла решение вот на этом синоде 29 декабря прошлого года, на котором я присутствовал тоже, о создании целого экзорхата и создании двух епархий, вот, северноафриканская и южноафриканская епархия. Конечно, это огромная забота, это огромная печаль, во-первых, в первую очередь, вот этого, надеемся, временного разрыва между двумя церквями, но в то же время мы не можем оставить без внимания обращение священников. И сегодня назначен митрополит, экзарх всей Африки. И сегодня начинается большая работа по организации данного экзорхата на территории материка Африки. Да, это все непросто, но, во всяком случае, это тоже наша обязанность опекать тех, которые обращаются к нам за просьбой. Разве просто опекать, скажем, в Австралии, так далеко от России, или в той же Юго-Восточной Азии? Плюс где разный менталитет, разные проблемы. Например, на территории Малайзии, если увидят, насколько мне рассказывали, в одежде священников, монахини, или найдут, например, какую-то православную литературу, это может грозить тюремным заключением. То есть это сопряжено с очень серьезными проблемами и последствиями на проповедь в этих странах, служение в этих странах. То есть обращаются люди. Наша церковь, я повторяю, принесла не только в Китай православие, в Японию, еще до революции. Наша церковь принесла православие на Аляску и на американский континент. Ведь фактически Франциска – это русский город, который был построен также вместе с епископами и священниками, которые проповедовали христианство. И другие многие-многие города. И, безусловно, через Аляску, скорее всего, в первую очередь, приходили миссионеры. Также Иннокентий, митрополит, наш святой миссионер. И патриарх Тихон также служил в Америке, приходы возглавлял. И который очень много сделал для проповеди христианства и православия на американском континенте. Поэтому это обязанность церкви, окроме тех, которые обращаются, которые желают быть в церкви. И тем более, что когда мы видим, как сегодня действительно, если говорить про Азию, например, и не только, как сегодня самоуничтожаются протестантские общины. Просто самоуничтожаются, признавая то, что даже в Ветхом Завете, в Библии было, скажем, запрещено Богом, уже не говоря про Новый Завет, про чистоту тех заповедей, той любви, той чистоты, целомудрие, которое принесло христианство. Одно, чего стоит только монашество, это сотни тысяч, миллионы монахов. На шутку и монашество, это чистота, это целомудрие при величайшем подвиге, когда человек очищается, у которых даже помыслов не остается, грехом, уже не говоря, деяний. И многие-многие из них становятся святыми людьми. Поэтому сегодня можно сказать, что действительно великая наша Вселенская Церковь, несмотря на огромные удары по православию в течение всех этих двух тысяч лет. И, конечно же, вот часть Вселенской Церкви, наша любимая русская православная Церковь, это тоже огромная сила. Сила, конечно, в первую очередь Духа Святаго, сила Божия. Но сила Божия в нем еще человеческой совершается, и через людей совершаются эти великие деяния. Николай Японский пришел в Японию, создал, перевел книги Священного Писания, богослужебные книги, и создал целую Церковь Японии. Совершенно иная культура, иной менталитет, иная религия, там, конечно, несколько религий, но языческие, понятные религии, но совершенно иная, это не просто, скажем, католичество, или протестантизм, это англиканство, которые, есть общие корни, христианские, и с ними легко разговаривать, может быть, это совершенно все другое, и он смог такой подвиг совершить. И сегодня пусть Господь благословит нашу Церковь, молитвами святых угодников наших, особенно новомучеников в нашей Церкви, и я рад тому, что я являюсь тоже участником всех этих огромных и малых процессов возрождения, развития нашей Церкви в России и в зарубежье. Редактор субтитров А.Семкин